Итак, в этом видео в Африкат МКЕ мы посчитаем двутавровую балку с волнистой стенкой с учетом нелинейных свойств материала и определим прогиб и распределение напряжений при работе металла за пределом пластичности с применением конечных элементов пластины. Итак, вот наша 3D-модель. Она состоит из четырех прямоугольников и скетча в форме волны, который был экструдирован и размножен массивом. Теперь выполним болевое слияние и переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом, решатель по умолчанию у нас калькуликс. Минируем сетку конечных элементов. Назначаем толщину пластинам. Полки и фасонкам на опорах назначим 10 мм. А если мы такんで... Это поле оставим пустым. 6 мм. Теперь добавим закрепление. Добавим нагрузку. И собственный вес. Добавим материал. Балка у нас будет стальная. Теперь добавим материалу длиннейность. Заходим в свойства нелинейности. Переходим на вкладку дата. Из нелинейных свойств доступно пока простое прочнение. Или иначе наклеп. Далее у нас доступны три строки. В которые мы вводим пары напряжения и удлинения. Напряжение мы записываем в нитонах на мм2. Далее через запятую пишем удлинение. Удлинение в процентах. Причем проценты записываются при помощи дроби. Итак, первая пара. 210 нитон на мм2. Удлинение у нас 0. В первой паре удлинение обязательно должно быть равно 0. Что означает, что материал работает по закону ГУКа. Следующая пара. Площадка текучести. 240 нитон на мм2. Удлинение 0.02. Как уже было сказано ранее, проценты у нас записываются при помощи дроби. Тут у нас удлинение 2%. Поэтому записываем 0.02. Следующая пара. Предел прочности. 490 нитон на мм2. Удлинение 0.12. Что означает 12%. Все готово к расчету. В свойствах Calculix включаем отображать результаты для стержней и пластин, как для объемных кальтничных элементов. Заходим в Calculix. Нажимаем записать файл задачи. И запускаем расчеты. Вот наши результаты. Помимо деформации и напряжений, нам стал доступен параметр эквивалентная пластическая деформация. Добавим фильтр результатов. Здесь эквивалентная пластическая деформация выглядит более читабельно. Теперь выведем напряжение по мизису. И сохраним как картинку. Теперь добавим фильтр деформации. Продолжение следует. Так. И теперь сохраним шин. Теперь для сравнения выполним расчёт без учёта нелинейности. Удалим наши старые результаты. Удалим нелинейные свойства материала. И повторно запустим расчёт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь сравним полученные результаты. Прогип с учётом нелинейности у нас получился больше, потому что добавилась пластическая деформация. А напряжение, с учётом нелинейности, наоборот, стали меньше за счёт явления пластического перераспределения напряжения. И напоследок, если нужно задать более чем 3 пары значений напряжения и удлинения, это можно сделать непосредственно перед расчётом, отредактировав файл задачи. Для этого заходим в Calculix, нажимаем «Записать файл задачи». Далее «Отредактировать файл задачи». Здесь мы должны найти строку «Пластик». Тут мы видим 3 ранее заданные пары напряжения и удлинения. И здесь дописываем дополнительные значения в необходимом порядке. Теперь у меня не 3, а 5 пар напряжения и удлинения. Закрываем файл задачи. Не забываем сохранить изменения. И запускаем расчёт. И вот наши результаты. На этом всё. Дякую за увагу. Продолжение следует... Продолжение следует...